В Ненецком округе начали действовать антикризисные меры поддержки предпринимателей. Центр развития бизнеса совместно с региональным департаментом финансов создали горячую линию для предпринимателей. Она работает 24 часа в сутки. Позвонить на нее можно по любому вопросу, связанному с ведением бизнеса. Вопросы решаются в оперативном порядке. Подробнее о некоторых мерах, действующих в округе, расскажет Ольга Русул. Региональные и федеральные меры поддержки бизнесменов в Ненецком округе призваны помочь предпринимателям в сложившихся условиях. Так, в части лизинговых направлений принято решение об отсрочках платежей на апрель-май с последующим пропорциональным разделением этих платежей. То есть предприниматель может подать к нам заявление на отсрочку на апрель-май по форме, которая у нас расположена на сайте. И в принципе мы достаточно оперативно принимаем решение о принятии данной отсрочки. Да, понятно, не для всех такая мера кажется серьезной, но мы считаем, что именно сейчас, в этот период, снять небольшую финансовую нагрузку для предпринимателей – это важно. Также к мерам поддержки относятся невзымание арендной платы за использование помещений в бизнес-инкубаторе за апрель 2020 года. Потому что мы понимаем, что клиентская база в этот период достаточно минимальна, и мы понимаем, что доходы и выручка – все зависит именно от клиентов. Поэтому нам принято решение для наших начинающих предпринимателей в бизнес-инкубаторе об отмене арендной платы на этот период. За срочкой платежей в Центр развития бизнеса обратилось порядка 10 человек. На горячую линию поступило больше 120 обращений от предпринимателей. Кроме того, в перечень мер поддержки вошло снижение процентной ставки по действующим микрозаймам и вновь выдаваемым микрозаймам на 2020 год до 3% годовых. По действующим договорам микрозаймов на 2020 год до 3%, также по вновь выдаваемым займам для этих отраслей предусмотрено снижение ставки на 2020 год до 3%. С 2021 года будет установлена стандартная ставка, которая действовала на момент заключения договора займа, либо которая действовала на момент рассмотрения заявки на новый микрозайм. Необходимо отметить, что целевое использование микрозайма должно быть напрямую связано с пострадавшей отраслью. Кроме того, учитывается финансовое состояние самого заемщика. Еще одна мера – ставка по микрозайму «Бизнес-оборот» снижена до уровня ключевой ставки Центробанка. По микрозайму «Бизнес-оборот» процентная ставка снижена с 9% до ключевой ставки Банка России. Буквально на прошлой неделе ставка составляла 6%, то уже с 24 апреля ставка снижена до 5,5% годовых. Такие заявки мы принимаем пока до середины июня. Дальше будем смотреть на экономическую ситуацию в регионе, на ключевую ставку и принимать какие-то дальнейшие решения. Еще одна мера поддержки – реструктуризация задолженности по действующим займам. В случае ухудшения финансового состояния заемщик может обратиться по действующим займам. Это подразумевает составление индивидуального графика по договору займа, либо отсрочки основного платежа долга сроком до 6 месяцев. Кроме того, фондом был разработан новый вид микрозайма – рефинансирование задолженности по ранее взятым банковским кредитам на бизнес-цели. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей. Срок займа такого на рефинансирование банковских кредитов до 24 месяцев, если кредит был взят на оборотные цели, и до 60 месяцев, если кредит был взят на инвестиционные цели. Процентная ставка будет зависеть от того, что предоставлено в залог. То есть, если в залог может быть предоставлено то имущество, которое было залогом в банке, либо иное имущество, на период, если предоставляется залог, который ранее был предоставлен банку, то на период переоформления залога от банка к фонду ставка устанавливается на уровне ставки по кредиту, дальше 7,5% годовых. Предприниматели уже обращаются за перечисленными мерами поддержки. Поступило три заявления на снижение процентной ставки. Заявки удовлетворены. Шесть обращений поступило на реструктуризацию задолженности, и два заемщика получили помощь по новым займам по программе «Бизнес-оборот». Надо добавить, что это не все меры поддержки, которые действуют в регионе. С полным перечнем можно ознакомиться, позвонив на телефон горячей линии поддержки бизнеса. 8-911-573-8383.